Здравствуй слушателей нашего океанского лектория. Наша следующая лекция пройдет при поддержке Центра морских исследований Московского государственного университета. Лектор Григорий Цидулко, кандидат биологических наук, зоолог, специалист по морским млекопитающим. Выступает с темой об экологическом и полярном морском туризме. Меня зовут Григорий Цидулко, и в центре морских исследований я попросил рассказать о том, как организован туризм. Ну и в частности, поскольку я сам заработал, заканчивал биологический бюджет МГУ и много работал в экспедициях. Сначала, а потом о различных качествах вообще в акции и монтажах, в том числе и туристическим гидам в разных компаниях. То вот мы решили поговорить немножко о том, как же устроен туризм за рубежом. Как именно морской туризм при полярных областях, как это дело организовано в Заполярье, что в северном, что в южном. И как это все происходит у нас, и чем нам все это грозит, светит, и что нужно делать для того, чтобы все было хорошо. Ну вот, морской экологический туризм, одна из моих любимых, наверное, недавних фотографий. Я долго мечтал увидеть морского леопарда. Первый раз с ним удалось встретиться в море Роса, в Антарктике, естественно. Но там встреча была неожиданной, наверное, для нас обоих, потому что вода была мутная. Я стоял у нас у лодки на коленях, свесившийся, вот так вот, поднимал яхрик. И рядом, видимо, он слышал какой-то шум, выдумал морской леопарк, мы с ним вот так вот смотрели друг на друга. Оба обалдели, потому что у него голова, пожалуй, была больше, чем моя. И дальше он ушел в воду, а я скатился в воду. Но на самом деле цель этого самого экологического туризма – это показывать людям природу в ее естественном состоянии, при этом не беспокоя абсолютно ни животных, ни те, естественно, пиратные ландшафтные системы, в которых эти люди находятся. И люди, собственно, едут за весь. У меня немножко сложная задача, наверное, сегодня стоит передо мной, потому что мы когда говорили с организаторами, они просили с одной стороны такого серьезного контента, а с другой стороны байк и красивых фотографий. Поэтому мы это придется как-то совмещать, и я надеюсь, что в конце мы еще с вами поговорим, может быть, я буду отвечать на какие-то вопросы. Но вот проявление морского экологического туризма. Вот другой момент, да, это остров Элифант или остров Слоновый, на подходе к которому мы увидели огромное количество фенвалов. Вот один из них, и вот можно с борта большого сутка наблюдать за китами в непосредственной близости. При этом часть этих людей мечтала всю жизнь увидеть сенвалов, вернее, увидеть просто больших китов. А другая часть, вы видите, здесь вот не так много народу, как казалось бы, должно быть тогда вокруг порядка 30 огромных китов, которые пишут, там, плюют водой, показывают слосты и так далее. На этом сулине было 200 человек-пассажиров. И далеко не все из них здесь. Часть, конечно, на верхней палубе смотрят сверху на эти китов. Но некоторые из них, например, вся цель этого путешествия была увидеть вовсе не китов, а вот даже не хижину, а вот место, которое находится вот здесь вот, а это место, где Шеккелтон со своей командой во время своего знаменитого путешествия, когда они внезли в лёг, потеряли корабль, пешком прошли через льды сначала на остров Слоноперев, если говорить в переводе, или на остров Олепан. Там они провели несколько месяцев, починили одну шлюпку, и Шеккелтон с несколькими своими товарищами оставил остальных на этом полном острове, отправился по морям, он практически достиг Южной Георгии, перешёл, перевалил через основной хребет Южной Георгии, дошёл к стокольной базе, и через несколько месяцев они вернулись вот за теми, кто остался на этом месте. Это такая героическая очень история, и многим из людей, которые находились на этом корабле, в общем-то, они, может быть, уже видели текло. Или, может быть, они плохо себя чувствовали, там, от морской болезни, хотя, на самом деле, здесь фактически не качало. Но вот для многих, естественно, я разговаривал, целью было увидеть вот то место, где Шеккелтон зимовал. Он не совсем зимовал, он там провёл несколько месяцев, но, тем не менее, это очень суровые места. И вот экотуризм бывает разным. Бывает экотуризм с, ну, или, там, скажем, познавательным близким. Он бывает экологический, а бывает исторический, например. И кто-то едет за целым спектром ощущения, а кто-то едет, например, для того, чтобы просто постоять на своём седьмом континенте. Там были люди, которые побывали на всех континентах, и Антарктика для них, Антарктида, был зимой континент. И вот основной целью поездки были не Пермины, не Киты, не Шеккелтон, не Китовойная База, не Южная Экеоргия. Они хотели вот встать на материковую часть Антарктида. Бывает даже самоисторический туризм, когда были некоторые товарищи, этих кораблях, которые хотели побывать на Китовойной Базу. Были люди из Норвегии, были любящие родственники, или предки занимались Китовойным комиссом, или как-то были связаны с Антарктикой. И для них вот не так важна была сама Антарктида, как все несколько исторических мест на Южной Экеорге, которые мы посещали. Вот этот экологический и познавательный туризм бывает разным, но любые из этих вот перечисленных причин и многие другие на самом деле. Может быть, это книга, которую кто-то в детстве прочитал. В Арктике у нас однажды был пассажир, который нашел у себя на чердаке в пыльном каком-то ящике дневник своего прадеда, который был старшим геологом в большой экспедиции, которая искала золота на Чуковке. После того, как злодая инхаратка на Алясах пошла на спарк, они решили, что геологические структуры одни и те же, и на Чуковке тоже должно быть много золота. И тогда несколько компаний положились в то, чтобы организовать такие большие геологические изыскания золота на Чуковке. И вот он нашел дневник своего деда, который был старшим геологом такой геологической партии. Прочитал его, расшифровал, ну не старинный, но очень-очень старый почерк. Прочитал этот дневник и нашел компанию, которая ввела морской тур по тем местам, где его прадед искал золото в России. Еще это был канадец с польскими корнями. Вот, и для него основной вот такой историей семейной было, даже мы не видели, он ужасно радовался любым цветкам, которые он не видел. Ему очень нравилось перебирать на берегу камня, он прыгнул от особы, когда видел делать медведи. Но что его привело к нам в Арктику, это вот история прадеда. Вот он прошел по следам прадеда и сфотографировался даже в нескольких местах, в тех же самых, где его прадед сфотографировался, есть там старые фотографии. Люди совершенно за разными вещами едут при полярной области, в Арктические и Атарктические. Но порядок этого туризма растет постоянно. Сейчас уже, ну, если говорить про полярные, при полярных областях, я когда буду в конце уже говорить про Россию, я немножко слукавлю, потому что я буду говорить не только про Арктику, но и про Дальний Восток, даже не про Дальний Восток, но, во-первых, это приполярная область, только с другой стороны это полярного круга. Ну, а во-вторых, там, в общем, вопросы и проблемы, как теперь можно говорить, вызовы стоят перед нами примерно те же самые, что и в арктических районах. Ну, вот, собственно, что у нас называется Арктикой и Антарктикой. Если будет интересно, потом могу рассказать про эту сегментацию, но это, в общем-то, не тема основного сегодняшнего разговора. Основная разница, естественно, между Арктикой и Антарктикой в том, что в Антарктике есть еще материка Артарктиды. В Арктике от... Почему не начал показывать на экране? В Арктике от берега до берега это все северный гидарит Дальян по Крыминдону. С этим связано много различных совершенно географических, биополитических и экономических особенностей. О них тоже немножко расскажу. И, опять же, если будет что-то интересное и совсем ясно, то задавайте вопросы и рассказывайте. Как удобнее, на самом деле, отвечать на вопросы и вам задавать вопросы сразу или в конце. Как вы хотите. Я совершенно спокойно могу и в таком и другом формате работать. Как и так, наверное. Хорошо, тогда поднимайте руки. Я, например, в Арктику и в Антарктику ехал и буду продолжать, надеюсь, ездить вот за этим. Это совершенно удивительный животный мир. В первую очередь, те самые видообразные, благодаря которым я поступил на биологический путь. Я, как бы, и продолжаю заниматься заводей. Но встретить малых полосатиков вот в такой близи от лодки, совершенно в спокойном поведении, когда они никуда не спешат, никуда не бегут, а вот спокойно показываются раз за разом над водой, для меня это было неким таким маленьким личным персональным открытым. Я всегда считал, что малые полосатики и все, их нет. Вот в Антарктике они оказываются вот такие. Вот здесь, на самом деле, видно, нет, видно трех животных. Вот один, вот он продолжается, это его фонтан, вот второй, вон третий. Вот, на самом деле, их там было пять. И они какое-то время вокруг нашей крутились. Антарктика, так же, как и Арктика, в общем-то, это место достаточно сложных и трудных условий для организации того самого туризма, да и вообще любых операций. В Антарктике, на самом деле, работать сейчас важнее, чем в Российской Арктике. Если вы спросите меня, вот как, туристического гида, то в Антарктике работать сложнее. В Антарктике сильнее качает. В Антарктике в сезон, когда доможные возили туристы, значительно холоднее. В Антарктике намного больше льда, что удивительно показалось больше. Но, тем не менее, в Антарктике намного больше льда. И координировать различные активности, различные действия в Антарктике приходится больше и сложнее, чем в Антарктике, по крайней мере, в Российской части Арктики. У меня вот еще пока не довелось работать и в Канадской, и в Гренландской части Арктики. Поэтому про те места не буду говорить. Но я много времени провел в Российской Арктике. И там, ну, с точки зрения физики работы, с точки зрения организации процессом, работать проще. Здесь вот, видите, у нас большая группа. Я говорил, что в прошедшем сезоне я работал на судне, на котором было 200 человек. Только пассажир. Вот. И дальше именно пассажирам приходилось определенным образом жанрировать, но не только организовывать для них различные активности, но и просто даже для того, чтобы безопасно им организовать посадку и высоту из лодки. Это аргентинская база, кстати, база, на которой родился первый человек в мире в Антарктиде. Вот были первые люди, которые ступили ногой на землю Антарктида. Были люди, которые, например, там, наш российский хирург, который сам себе первый и до сих пор единственный сделал операцию по удалению от медицита в Антарктиде. Он застрял, не то, что застрял, он остался зимовать, как доктор станции. И потом в какой-то момент оказалось, что у него от медицита. Он сам себе его диагностировал. И понятно, что не принесет, не литвный газолет. И он, в общем, умел с помощью двух ассистентов. Один из которых был по-моему повар. В процессе второго я не помню. Один держал зеркала, другую, помогал ему с инструментами, а человек сам себе вынужден был сделать операцию по удалению от медицита. И выжил после этого. Но здесь банальная операция по тому, чтобы посадить людей в лодку. Понимаете, мы когда начинали эту работу, вода была вот здесь. И все было хорошо и здорово, а потом случился отлив. Отливом стал уносить тот лед, который лежал на берегу и лежал на обмеле. И, в общем, никак не мешал. И вот банально, чтобы вернуть людей на корабль, приходится совершать какие-то, казалось бы, совершенно банальные, очевидные действия. Но они происходят, как всегда, в самые ненужные моменты. И в Антарктике, я не говорю, что в Антарктике такого вообще не случается. И в Антарктике, на самом деле, таких вещей происходит больше, они происходят чаще, и они происходят более неожиданно, буквально на ровном месте, чем в других частях, где туризм организовывался. А когда в Антарктике, туристический сезон. Туристический сезон в Антарктике зависит от той части Адтарктика, о которой вы говорите. Но, в принципе, он начинается где-то в середине, в конце октября и заканчивается в середине марта. То есть, середина октября и середина марта это эти экстремальные моменты. То есть, ну, вот у компании Quark в середине октября пойдет педакол Хлебников в северо-западную часть моря Уэльбола в то место, где как раз снимался фильм «Марш пингвинов». Если вы так посмотрели, специально, чтобы организовать такой тур для того, чтобы посмотреть на императорских пингвинов, пока они еще не ушли в море. То есть, уже полярный день, но пингвины еще на льду еще достаточно много. И, наверное, чтобы до них набраться, нужен итакол Хлебников. Поэтому мы так вот стартуют всегда и визу на Америке и визу. Не всегда. Есть, я дальше об этом многочисленный в следующих слайдах. Откуда стартуют в основном? Конечно же, основное – это Южная Америка, это Чили и Аргентина. И основной, основной на путь туристов идет на тактическую половину. Но кроме этого стартуют из Австралии, стартуют с Тасмани и с Хобарта. И стартуют из Блафа, из Новой Зеландии. Вот я ходил и оттуда, и оттуда. Теперь уже могу поплакаться и сказать, что я оттуда, и оттуда. Но вот из Блафа и из Хобарта собственно ходят в Морь Рос в основном, по крайней мере. Если мы не говорим про антарктические экспедиции научные, которые принадлежат государству, это антарктические программы, то именно туристы ходят, туристов водят или возят в Морь Рос в основном. Потому что могут что так, что в обратную сторону в Афганском карте бежать достаточно далеко. Из Хобарта очень выгодно выходить, кстати, по крайней мере выходить в экспедицию, потому что дуют всегда западные ветра в Антарктике. Поэтому вы идете по волне и по ветру меньше качать. Другое дело, что возвращаться потом лучше все-таки в новые звания для не обратных кубок, если есть такая возможность. Но туризм антарктический, мы сейчас немножко поговорим про Антарктику, антарктический туризм начался примерно в конце 80-х, в начале 90-х годов. И достаточно быстро стало понятно, что туризм неконтролируемый, большая достаточно нагрузка ложится на антарктический плод, потому что он ближе всего находится к какому-либо из материков. Это та часть Антарктиды, тот самый ближний кончик седьмого континента, который ближе к любому из материков. И поэтому все хотят вот сюда. Сейчас по моим подсчетам это немножко сложно посчитать, есть разные сайты, есть разные туроператоры, и вот таким детальным сравнением подсчетом судов я не занимался, но из-за того, что я видел на Ротаре, видел на системах обнаружения АИС, других кораблей, вот в районе полуострова единомоментно находится примерно 10-12 судов, и это именно в районе полуострова, то есть часть из них идет через Дрейк в сторону Ушуаи, скажем, часть из них идет из Ушуаи через Дрейк в сторону полуострова, и часть из них находится в Ушуаи, где они выполняют запасы или нет. Всего примерно 25-30 судов оперировать только в течение сезона в районе Антарктического города. Что это такое? Это примерно 4-5 тысяч человек ежедневно на Антарктическом городе. Это достаточно много. Учитывая то, что естественно все подоператоры занимаются этим не только из-за этих благих намерений, чтобы дать людям ощутить седьмой континент, дать почувствовать себя первооткрывателями и так далее и так далее, а занимаются этим с точки зрения бизнеса и получением какой-то выгоды. Естественно выгоднее всего привести людей на самую ближнюю точку, привести людей на самую ближнюю точку к порту, дать им там походить, дать им посмотреть на пентуинов, дать им вкусить вот этого антарктического духа первооткрывать и быстрее как везти обратно. Взять следующее. По времени добираются двое с небольшим суток. То есть на утро вторых суток вы уже видите южные Шетлендские острова и дальше например у вас есть какая-то высадка на южных Шетлендских островах. К вечеру вы пребываете в район Антарктиды а утром третьего дня у вас уже полноценная антарктическая высадка с какой-нибудь экскурсией. Ну вот такие вот суда ходят. На самом деле не самый большой пароход и это судно наше лжиографии на котором 150 человек. Есть суда которые туда приходят которые несут на себе 500 человек и 600 и некоторые даже 800 но про них мы по двойматам есть еще более крупные но их я не считал своих подсчетов почему скажу чуть-чуть позже потому что про эту отдельная история огромное 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 людей огромная антопогенная нагрузка на достаточно небольшие площади которые могут быть с одной стороны интересны туроператорам с коммерческой точки зрения с другой стороны интересны туристам с точки зрения биоразнообразия для исторических ценностей которые они хотят увидеть ну и вот что делать с этой нагрузкой во-первых началось все с международной морской организации аймор это по-моему очень впечатляющий такой фасад этой организации сразу понятно куда вы пришли чем эти люди занимаются но они понимая все риски связанные с достаточно интенсивным судоходством вообще вокруг Антарктиды и в частности связанные с туризмом начали разрабатывать и внедрять называемый полярный кодекс подбыстрый называется полер-кодекс который бы регулировал судоходство на самом деле не только в Антарктике но и в Антарктике тоже в другом деле они его разработали в 14-м году в 17-м он вступил в силу в отношении судов опередующих работающих и действующих вокруг Антарктиды одним из основополагающих моментов это большой достаточно документ который регламентирует очень много всяких параметров судов какие они могут быть что там может происходить что они могут внести как они должны быть оборудованы но одна из самых серьезных вещей которые полярный кодекс регламентирует это то что в Антарктике теперь запрещено использование мазута мазут опасен тем что в отличие от других нефтеподуктов например дизельного топлива он очень плохо поддается биодеграмации биоразложения он осаждается на дно формирует тяжелые фракции которые оседают на дно и дальше долгое время отравляют эту систему оказывается я здесь немножко таким может быть даже авокатом дьяволу выступлю потому что я обычно ругаюсь с лентяниками но вот я от них узнал что раслив дизельного топлива при определенных условиях на самом деле не играет фактически поговорим еще раз при определенных условиях никакой роли никакого предания несет в окружающей среде потому что порядка 30% компонентов дизельного топлива с поверхности вода почти сразу испаряется а остальные могут разлагаться при определенных опять же там волновом литровом действии и температуре в течение нескольких часов то есть вот разливы дизельного топлива они далеко не всегда и далеко не так опасны опять же там есть разные градации дизельного топлива но мазут это самое страшное что может быть потому что мазут не разлагается мазут ложится толстым слоем на дно и в антарктике с 17-го года а мазут и до сих пор остается в подавляющем большинстве районов мирового океана для больших судов по самым топливом в чем я говорю так много про мазут вот страны которые подписали этот самый полярный кодекс Россия в том числе его подписала договорились что в антарктике мазут и сюда работающие мазут не будут использованы не будут больше использоваться это сразу ограничило с одной стороны большое количество старых судов которые ходили в антарктику и не боялись а на самом деле я был не то чтобы шокирован я наверное в глубине души я зато подготовился к этому но сумма на которой я работал в прошлом сезоне в антарктике ничто иное как ворон из фонгического загиба любому вроде бы здравомыслящему человеку понятно что если ты идешь куда-то в район айсбергов в район сложной ледовой обстановки хотя бы возможно ты пойдешь на суде ледового класса у него немного усилен фаршевель насколько я понимаю он там при столкновении с какой-то одиночной льдиной может ее разломить при этом не бояться но там достаточно много используется судов которые в общем-то не предназначены были для ледов этот барон был сконструирован при ботническом загиба который иногда замерзает потому что на льда может достигать 15 сантиметров изначально он потом был конечно модернизирован для антарктики но просто современные редукционные средства радары халоты спутниковые снимки и много много чего еще в принципе позволяют снять большое количество рисков использовать сейчас на тарктики совсем не такие суда которые использовались раньше или мы использовали при проведении морских научных исследований кроме того айму регулировать размеры судов которые могут туда заходить и еще много чего но в общем поскольку опасность вот такого судоходства в таких районах была осознана скажем так и принята всеми достаточно давно вот сейчас в антарктике некоторые параметры и статьи этого самого полярного кодекса уже работают и это заслуга международной морской организации кроме того вы наверное слышите все про такую организацию или про такую конвенцию как антарктический договор которая была подписана на удивление большим количеством стран в том числе США и Советским Союзом в 59-м году и в 59-м году уже страны опять же пришли к тому что если не договориться сейчас то может случиться много всего неприятного на самом деле в антарктике вот здесь на полуострове уже происходили такие микро стычки с использованием оружия между британцами чилийцами и аргентинцами потому что естественно опять же полуостров это самая близкая часть к оконечности Южной Америки британская антарктическая экспедиция там работала дольше всех остальных с одной стороны хотя в Британии понятное дело северных полушарий чертим где но с другой стороны Фолкленды и Южная Георгия вроде бы как британские территории и они тоже рядышком вот а чилийцы и аргентинцы тогда уже начинали делёшиком антарктического пирога и на каких-то конкретных локальных точках в базах где стояло несколько баз уже звучали быстрые за то чья это база чья это бухта и кто вообще здесь будет главным на антарктическом блоге по крайней мере А когда в 70-х продолжился эти конкретные журналисты британские они не принялись уже в округе они не туда наверное не успели не дошли я вот не знаю той антарктической части истории этого конфликта но по-моему это называется 13-дневная война вначале очень быстро показали что чего и как я не пытаюсь занять ту или другую сторону но вас остается факт что буквально в течение двух недель военный конфликт был решен сейчас все очень весело у меня в вас я обязан должен был поставить штамп потому что я посещал Южную Георгию в паспорт но у меня при этом была однократная виза в Аргентину и несмотря на то что у меня стоит британская печать у меня однократную визу аргентинцы не считают ее испорченной и не считают что я выехал со стороны Аргентины потому что вот это они считают аргентинским сектором Антарктики а Южную Георгию по-прежнему на своей территории и считают что вот этот рисуночек какой-то панкик который тебя в паспорт вообще не имеет такой юридической силы поэтому значит никакие законы по выезду из Аргентины и нарушению визового режима ты не нарушил но тем не менее так про что я говорил про антарктический договор вот и договорились сначала про материк Антарктида все эти страны в рамках этого самого антарктического договора материк Антарктида был признан всеми странами всеобщей безъятерной демилитаризованной зоной для мира и научных исследований при этом тогда уже существовали функции на одном из первых слайдов были такие куски пирога пирога была Антарктида нарезана там были сектора Аргентинские Чилийские Великобритании Франции Германии США нет США нет США Новой Зеландии Австралии Германии Норвегии и по-моему на тот момент все вот две страны не поддержали претязания всех остальных стран и официальная версия такая что не Россия вернее не Советский Союз и США не признали претязание других стран на территорию Антарктида по разным причинам а неофициальная версия я ее слышал от тех людей которые участвовали в создании Антарктического договора было в том что и Россия и США заедали право на весь антарктид но вот поэтому они в итоге договорились и при этом сумели договориться на самом деле торжество дипломатии представляете вот в пик холодной войны США и Советский Союз были такими паровозами дипломатии для того чтобы сохранить Антарктиду ну вот и они этого добились и кроме того что было договорено о том как пользоваться населеком кто там может работать какие базы могут строиться какое судоходство в рамках каких ну что ли законодательных актов все страны будут сотрудничать и работать на территории Антарктида они позже договорились еще и о так называемом Мадридском протоколе или протокол по сохранению биологических ресурсов биологических и других ресурсов если я правильно цитирую значит это было дополнение к адридическому договору который уже рекоментировал то как будут использоваться и окружающие моря и вот использование ресурсов в антарктиде и вот с того момента уже началось формирование бережного отношения к природе адрктиды и оттуда уже пошли начатки такие регулируемого экотуризма потому что стали понимать что в общем большое количество народа в определенной части адрктиды стремится большая англопогенная нагрузка на эти части происходит и нужно что-то делать чтобы эти места могли и биологические точки зрения они уже не могли оставаться не тронуты люди там появились там что-то происходило но по крайней мере они бы могли восстанавливаться сейчас для того чтобы назначить любую или провести любую активность будь то строительство станции подправка санного поезда там из точки А в точку Б или например организации такого заплыва для привлечения внимания общественности к каким-нибудь экологическим проблемам нужно провести специальную экологическую экспертизу различного уровня в зависимости от воздействия на окружающую среду и любая активность которая в Антарктике производится должна пройти через такую систему оценки воздействия на окружающую среду и экологическую терпизу для меня это было удивительно потому что я помогал из британских вернее южно-африканских пловцов с британскими кольнями организовывать такой заплыв и вот на его ныряние в воду и там проплыть километр в резиной воде в одних платках он тоже должен был провести маленькую оценку воздействия на окружающую среду как это может повлиять на природу Антарктида там где это будет сделано и так далее было достаточно забавно но тем не менее это было необходимо и вот уже почему я рассказываю про мадридский протокол потому что когда в рамках заседания антарктического договора или заседание сторон совещание сторон антарктического договора происходит ежегодно в каждой из стран этого договора и вот там в этот момент обсуждаются все вопросы связанные с тем что происходит на материке Антарктиды в окружающих водах есть еще отдельная конвенция которая занимается водно-биологическими ресурсами сейчас про них не будем говорить я смотрю вы заскучали немножко я долго про это говорю но тем не менее антарктический договор регулирует туризм тоже и так получилось что в какой-то момент когда все осознали уже что туризм может нести какой-то ущерб для природы Антарктиды когда все осознали что нужно делать каким-то правилам которые были возникли для всех и что тоже очень было важно понятным для всех вот 27 лет назад возникла такая организация которая называется АИРА это международная ассоциация антарктических туроператоров и эта ассоциация разработала свод правил они сумели опять же договориться так же как Советский Союз и США и все остальные страны по поводу антарктического договора организаторы этой ассоциации сумели договориться со всеми туроператорами которые работали тогда на материке или вокруг материка что будут соблюдаться определенные правила и сейчас это достаточно сложная система которая с другой стороны она сложная но она всем понятна все работают по одним правилам и новым туроператорам выгодно быть членами АИРА потому что там есть некоторое количество плюшек которые они получают становятся членами но банальные вещи секретариат АИРА в один определенный день когда он наступает это обычно по-моему ноябрь я могу быть сейчас на следующий год они открывают список тех мест куда разрешен вот этот вот самый призм а куда он разрешен определяет страны адаптического договора во время дежуродных своих встреч там есть специальный комитет по туризму экологическим вопросам вот и дальше в разных разных странах от Индии до Канады сидят представители этих самых туристических компаний и у них уже есть план на каждый их круиз экскурсии и так далее и они быстро-быстро начинают заполнять эти самые расписания грубо говоря посещения этих мест потому что есть четкие совершенно ограничения например в Антарктиде нельзя высаживать на берег больше 50 человек за раз в подавляющем большинстве мест исключение может быть антарктических станций где и так уже есть люди где есть какая-то инфраструктура и так далее нельзя высаживать больше 50 человек за раз потому что посчитали что 50 это такое нормально понимаемое всем число это может быть там 40-9 а может быть 52 в разных местах например но с одной стороны 50 человек это то что средний оператор может обеспечить чтобы его персонал за всеми 50 человеком следил а с другой стороны 50 человек на берегу не наносят того ущерба были проведены специальные исследования не наносят того ущерба как 200 человек на берегу потом расскажу может быть одну историю про самых плохих туристов в мире но тем не менее вот так и это накладывает определенные ограничения вы помните картинка фотографии с людьми на берегу и лодкой где идет отмихивок вот там вы могли на берег высадить 100 человек и у нас 100 человек было на берегу и они ходили по аргентинской базе на которой родился первый человек в Антарктиде а с другой стороны другие 100 человек на берегу отправились на экскурсию по окресту то есть в лодках на море находиться можно но на земле в определенных районах в Антарктиде до сих пор сохранилось некоторое количество цветковых растений все в гладида но там есть места где сохранились даже цветковые растения и вот в тех местах есть совершенно определенные маршруты по которым можно ходить и там нельзя больше 15 человек на берегу потому что понятно что каждая оступившаяся и ушедшая с этой тропинки на полметра вправо или влево может наступить на последний цветочек Антаркти ну опять же утривая но это примерно вот так вот кроме этого АЭТО разработало целый ряд правил по тому как приближаться к китам как приближаться к пингвинам как показывать людям альбатросов других птиц и так далее и тому подобное и для членов АЭТО это уже правило это правило которые члены АЭТО должны соблюдать и есть целый институт с одной стороны наблюдателей которые следят за тем чтобы эти правила соблюдались АЭТО а с другой стороны после каждого рейса предоставляется отчет по соблюдению вот этих вот всех правил и рекомендаций и отмечить все значит все играют по одним правилам все показывают животных так как это нужно делать и в результате сохраняется почти не тронут скажем так та природная экосистема которая вот так привлекает этих самых туристов те самые пенгвины там есть совершенно банальные правила у пенгвинов например есть любимые тропки по которым они от моря ходят по своими внезнями вот если вы видите что идет колонна пенгвинов нужно отойти на 2 метра и дать им проехать это опять же не всегда в одном за вами может быть море или справа или слева могут быть внезы пенгвинов но в такие места тогда туроператоры уже не прокладывают маршруты для своих клиентов но исследования все правила основаны на научных исследованиях на галере которые показывают что там на тех колониях где есть правила соблюдать простые банальные а пингвины они уже не помнят что человек опасен они просто идут тебе навстречу чередой но там например выживаемость пенцов больше сохраняемость гнезд рядом с этими тропинками там где правила соблюдаются больше чем там где эти правила не соблюдать и много таких простых параметров которые показали что простые правила могут помочь сохранять эти сайты точки локации которые интересны людям в таком хорошем виде а с другой стороны позволять этот туризм проводить на долгосрочной время основе если говорить про Антарктику про Антарктику я уже довольно долго говорил то там история немножко другая во-первых с точки зрения геополитики есть так называемый арктический совет в который входят семь стран которым грубо говоря принадлежит Арктика Арктик опять же не совсем чтобы многим принадлежить но эксклюзивные экономические зоны большинства государств большую часть Арктики захватывают и это уже не континент и акватории которые принадлежат всем и они гемилитаризованы для мира и научного сотрудничества а это набор эксклюзивных особых или эксклюзивных экономических зон в рамках которых должно исполняться законодательство той или иной страны и у каждой страны в том числе и природоохранное законодательство свое у Норвезья оно свое у России свое у Канады третья и у США четвертая в США например на белых медведях до сих пор разрешена охота в том числе и трофейная охота в России есть соглашение о сохранении белого медведя между США и Канадой по-моему и России США и Канадой но при этом в России белый медведь прослепит и за охота на него запрещена и любой отстрел белого медведя это либо исключительный случай агрессивного медведя либо проконерство соответственно карающиеся по закону а в США в Канаде определенным группам людей просто разрешено охоту на белых медведей коренным молочистым народом а еще они могут свою квоту на добычу белых медведей продавать некоренным будем говорить охотникам которые приезжают на трофей вот разница например совершенно разные правила того как себя вести в заповедниках на охраняемых территориях или ну в каких-то местах куда туризм производится и происходит международная морская организация я здесь специально поставил фотографию одного из первых наших медоколов потому что у него из трубы идет черный дынк вот оказывается что тот самый полярный кодекс который международная морская организация приняла и в 17-м году он вступил в силу для антарктических водок в арктических вернее для работы в арктических водах он был принят и согласован только в качестве рекомендации которые любая из стран подписавших его может выполнять или не выполнять и в арктике к сожалению пока что использование мазута разрешено и в арктике нет ограничений на количество судов количество пассажиров которые появляются в тех или иных локациях я забыл сказать что в антарктиде же еще приходят огромные мега-лайнеры по несколько тысяч человек пассажиров на каждом но таким просто любые высадки запрещены то есть там нет такого что пришел лайнер 50 две с половиной тысячи человек из него 50 человек выехали на берег таким судам не разрешается приближаться ближе определенного расстояния к берегу они могут спокойно слезть в шезлон в своих номерах с балкона смотреть на совершенно уникальные горы и айсер но они знают что побудут на этом пароходе они точно на берег не попадут вот в арктике такого нет на тот бель в арктике такого нет может быть за легким исключением когда в силу вступают либо национальные законодательства либо какие-то локальные правила которые устанавливают например местные сообщества по-английски они называются local community по-нашему это общины наверное вот в Гренландии очень любят населие канады местные общины устанавливают свои правила по поводу того сколько людей они хотят на берегу сколько они разрешают и так далее но с другой стороны это их земля это их возможность каким-то образом зарабатывать зарабатывать там не очень можно чем вот и в арктике существуют тоже ассоциации по примеру с антарктикой ассоциации операторов арктических экспедиционных круизов как жаль что мы ограничены во времени большое спасибо Григорию не все вопросы получается задать сейчас но их можно направить экспертам письменно в разделе вопрос к эксперту и мы сможем их опубликовать в ближайшее время пока что у нас небольшой технический перерыв и буквально через 15 минут мы вернемся к следующей лекции в следующей лекции в следующей лекции в следующей лекции